Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 18 июля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллара. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы написать в комментариях. Итак, по всевидимости, коррекционное восходящее движение по евро-доллару, который мы наблюдали на этой неделе, подходит к своему завершению. Сегодня мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Ну и для более серьезного подтверждения возобновления нисходящего движения с целью снижения до 1.1493 паре евро-доллара необходимо преодолеть минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.1612. На текущий момент продажи в сторону основного тренда здесь также имеет смысл рассматривать на коррекциях со стоп-лоссом за максимальное значение вчерашнего дня, которое было зафиксировано по цене 1.1744. Примерно такая же ситуация с парой британский фунт и американский доллар. Вчера к концу торговой сессии мы ушли ниже минимальных значений, которые были 16 числа зафиксированы и обновили минимальные значения, ушли ниже минимумов пятницы. Поэтому по паре британский фунт и американский доллар произошел возврат вновь к нисходящей тенденции. И следующие цели по снижению от области 1.2828. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3268. По паре американский доллар, канадский доллар вчера к концу торговой сессии подошли вплотную к максимальным значениям 13 и 12 июля. Немного скорректировались к концу дня, но сегодня с утра произошло пробитие данных уровней, что также в рамках часовой таймфрейм у нас возвращает к фазе восходящего движения. И, собственно, оно и сейчас продолжается. Следующие цели роста – это отметка 1.3410. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера и в понедельник по цене 1.3109. По паре американский доллар и японская иена ничего не меняется. Тенденция восходящая и продолжается. Здесь мы не видели признаков начала коррекции, но и, собственно, все было в рамках того тренда, который формируется с 9 июля. Следующие цели роста – это движение в область 113.85, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях текущей торговой недели, которые были зафиксированы по цене 112.22. По паре австралийский доллар и американский доллар мы обновили минимальные значения, которые были зафиксированы 16 числа. Сегодня с утра уже ушли ниже минимумов вторника, обновили минимальные значения пятницы и, в принципе, всей прошлой недели, что также нас возвращает вновь к нисходящему движению. И вот та коррекционная формация, которая формировалась буквально несколько дней, завершается и вновь у нас продажи становятся актуальными по австралийцу. Цели по снижению – это 72.99 и далее уже движение на 71. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 74.37. Еврофунт продолжает свой импульс восходящий. Вчера обновили локальный максимум, дошли до целевого уровня на отметке 89.01, но и далее уже открываются предпосылки роста на 89.78. Туда сейчас еврофунт и стремится. Здесь ничего не меняется, общее направление сохраняется восходящим в рамках часового таймфрейма. Ну и далее уже область восходящего движения – это отметка 89.78. По золоту обновили минимальное значение вчера, к концу торговой сессии. Также тенденция нисходящая сохраняется. Опять же, начало этой тенденции мы отмечаем с 10 июля. Она, собственно, сейчас и продолжается. Следующие цели по снижению – это область 1212 долларов за тройскую концу. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1245. Нефть марки Brent вчера не смогла уйти ниже минимальных значений, которые были 16 июля зафиксированы, но общее направление сохраняется нисходящим. Поэтому ближайшие цели по данному движению – это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 71.40 и далее двигаться по направлению на 69.24. В свою очередь, если нефть марки Brent сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, то будем ожидать начала коррекционного восходящего движения, которое может завершиться вблизи отметки 75.38. И с этих уровней мы вновь получим продолжение нисходящего движения. По индексу DAX ушли выше области сопротивления, которое мы отмечали на максимальном значении 10 июля, что нас возвращает к фазе восходящего движения по данному активу. И вновь восходящий импульс здесь преобладает. Цели роста – это движение в области 12846. Ну и биткоин вчера в второй половине торговой сессии смог преодолеть область сопротивления, которую мы отмечали ранее на уровне 6865 долларов за один биткоин. И уже сегодня торгуемся в области 7500, что в рамках четырехчасового таймфрейма нам дает предпосылки на более затяжное восходящее движение по биткоину. Следующие цели роста – это область 7736. Ну и далее уже мы можем увидеть биткоин на 9900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Истаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующем видеообзоре. Всем спасибо и до свидания.